Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский 15 августа С четырех часов утра непрерывные выстрелы Глухие, далекие Точно зароптало окраинное И что-то и грубое, и жестокое, и болевое В этом пересчете каких-то обид Больше полумиллиона людей сходятся и кажется На этот раз неизбежно близится громадной важности Исторический момент Генеральное сражение русской и японской армии 17 августа день рождения Микадо И говорят, японцы готовят к этому дню подарки своему Микадо Хотят взять и порт Артур, и Ляоян Несомненно одно Адская энергия их наступления Они в буквальном смысле сидят теперь на нашем арьергарде Анпин, Саулинзы уже отданы Отдан приказ отступать из последнего нашего перевала Бамбатайского Мы становимся на позиции последних гор Полукругом окружающих Ляоянскую долину Если уйдем с них Все горы будут принадлежать японцам И скрытые за ними они станут осыпать нас своими ядрами Тогда мы должны будем уйти в местность Более равную по условиям Для Ляоян же мне не представляет возможности Какой бы то ни было победы Японцы видят нас в долине И стреляют в определенную цель Мы отвечаем им куда-то В горы, конечно, не зная точно их позиций Допустим, мы даже угадали Что же дальше? Броситься назад в горы Откуда только что ушли Потому что не в силах были держаться? Оставаться в долине Для новых и новых Сравнительно безопасных для японцев Артиллерийских атак? Терять людей, силы армии Когда все для нас В этой армии, в этой точке Где стоит она теперь Охваченная на всем необъятном пространстве Со всех сторон враждебным населением Неприятельским войском Тесным кольцом Уже сжимающим нас И на мой взгляд Не специалиста Единственный выход Спешить к северу На простор знакомых полей Навстречу новым Идущим к нам силам Так же энергично По пятам за нами Наступают японцы с юга И уже слышны и оттуда выстрелы Привезли генерала Бывшего командира Четвертого полка И нынешнего командира Того же полка Полковника Рабена Его жена здесь В Ляояне Сестрой Милосердия Они оба были в фанзе И оба убиты Разорвавшейся шрапнелью Убитых и раненых Насчитывают с нашей стороны В восточном и южном Отрядах до двух тысяч Уже появились И непрерывные вереницы Тянутся на несколько верст Орбы Носилки Идут легко раненые На ногах Завтра предполагаем Очистить вам Батайский перевал И я с утра Иду к Сергею Ивановичу туда Посмотреть Как будет взрывать он проход Тесный в скале проход С нависшими сверху глыбами Если взрыв удастся Движение японцев Задержится на добрые сутки Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание товарищества Маркс 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok